Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» тема «Война. Вопрос. 2906 год». «Многие считают, что Третья мировая война уже идёт. Это терроризм? Так ли это?» Отвечает Игнатий Лапкин. «Если терроризм – война, то уж никак не третья. Это явление не с сегодняшнего дня, а ему возраст несколько столетий. 26 декабря 2005 года в городской мэрии была встреча представителей религиозной конфессии и муниципальной власти города Барнаулу для установления добрых связей друг с другом. Был вопрос и противодействия международному терроризму. Выступали разные и всякие лидеры. Которых было от 20 конфессий. Я молчал, молился про себя. Но в конце, когда уже все торжества закончились, я должен знать руководителю отдела по связям с общественностью Королёву ГВ, чтобы мог бы сказать несколько слов. Он тут же доложил мэру Колганову ВН Владимиру Николаевичу. И тот объявил, что Лапкин имеет слово. Так получилось, что Владимир Николаевич подошел и встал рядом со мной. Я сказал очень кратко. Как можно бороться с терроризмом, если русские же его и насаждали? На волне терроризма приходили все тираны. Им нужен был террор. И они его создавали. У Ленина были свои комо. Свои террористы. Убившие из Толыпина. Как же мы можем бороться против того, что выселись наши праотцы, если в том нет покаяния, когда тот терроризм не осужден нами? Уже открыто пишут, что в Америке удар по небоскребам был сделан и же спецслужбами, чтобы войти в Афганистан и в Ирак. Та же картина и в России. Все это работа своих спецслужб, как пишут ныне. Осия 8.7. Так как они сели ветер, то и пожнут бурю. И раскрыл газету «Честное слово» за 25 мая 2005 года. Там статья в полный разворот. Страница 24-25. РПЦ пытаются посеять ветер. Бурю будет пожинать вся Россия. Эта региональная газета распространяется в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Республике Алтай. Главный душитель ныне для всех – Московская патриархия. О том пишут в газетах. О том жалобы на каждой конференции за круглыми столами от различных религиозных конфессий. Мы, как граждане России, имеем одинаковые права и должны быть для главы администрации на равных приняты, как граждане России. Третья мировая охватит все страны мира. Откровение 9.18. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Терроризм, подготовка к войне. Под видом борьбы с экстремизмом и терроризмом будут устроены тотальные гонения на верующих. Деяние 24.5. Найдя же сего человека язву общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси. Теперь уже виновных не найти. Пожарная и скорая столкнулись, и некому за тело заплатить. Душа ушла, как из винтовки пуля. Не застрахован стопроцентно царь, и самурай его ударит сзади. Виновен человек, что смертно стала тварь, и умирает человека ради. Вина моя безмерно велика. Как представителя от класса брюхоногих, что взнузданы за сухой облака. Земли чернее человечья злоба. Землетрясения, провалы в харакирии, и наводнения смывают садомитов. Лопочут изверги о мире во всем мире, о безопасности злодеев недобитых. Вина растравливает совесть у живых, рожденных свыше, на молитву вставших. Им из Евангелия откровением стих, что Иисус ответил за беззаконие наши. Бог бросил прошлое за свой хребет, подальше, чем за горные вершины. Из слова тащим, как из уля мед. События про нас разворошили. Если те сокровища отриним, если Библию безмерно не полюбим, мы без отцовщина при общем папе в Риме. Мы просто скопище безличное, не люди. Вина монашества, священства велика, что не в евангельскую веру в мир тащили. И гневом Божиим кропятся облака. Крещения не было, а только лобы мочили. Для благовестия все курсы семинарий, на проповедь поповский легион, всего чистая превратить в атары, с толпы преданий сдвинет пусть Самсон. 31.12.05. Игла. Игнатий Лапкин.